На самом ходатайстве о просмотре последней видеозаписи 12.49 настаиваете? Да, настаиваю. Хочу, чтобы вы все-таки посмотрели, что там никакая процедура не проходила. И вообще, как ему оказывается медицинская помощь? Про нашатырь и про все, чтобы это были не голосованные спады, а чтобы своими глазами не убить. Не верю, да? Вставай. 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 Вставай, вставай. Нас вызвали, мы что, виноваты, что давай посмотрим, надо, поможем. Нет, не надо, надежды не нужно. Наслежают карты. Ребята, я говорю, положи рот, ничего плохого делать с вами. Надо посмотреть у вас. Не болит ничего, до свидания, что теперь. Давай, садись. Садись, я говорю. Ну не такой же ты пьяный, дорогой, не надо коситься. Давай, садись, садись. Стой, 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 стой. Мы сейчас не можем. Давай, успокойтесь. Что я срабатываю тебе? Мы уже сознание потеряли. Я говорю, поворачиваюсь, а ничего плохого не сделаю. Ну что, вообще? Скорую вызвали. Помощь? Как трогаете? Мы должны вас услышать. Ну надо раздеться, надо посмотреть. Что еще сделать? Как скорая нужна? Еще что сделать? Ну не хочешь. Вам скорая помощь нужна? Мужчина. Мужчина. Скорая, ну вызвали. Скорая нужна. Скорая нужна. Мужчина. Мужчина. А на голове нет скорой помощи. Вы вообще куда взялись-то? Вызвали нас. Врачи. Нас вызвали. Скорую вызвали. Немножечество. Вы меня зачем трогали? Как? Раздевайся, будут смотреться. Еще что сделать? Врачи. 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 Тебе помощь не нужна, это было. Правильно? Я тебе огромна. Так я спрашиваю, нужна или нет? Вы меня зачем трогали? Нужна медицинская, Станислав. А когда у тебя что-то проходит? Тебе приехали помочь. Тебе не надо? Вы меня зачем трогали сейчас? Помощь приехали. У меня врачи. Нужно? Уедут сейчас. Станислав. Станислав. Расписываться будете? Управление в отстранении расписываться будете? Станислав. 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 Встаньте. Я наручники с вас снял. Встаньте. Ведите себя по-человечески. Встаньте нормально. Станислав. Слышите? Будете расписываться, нет? В общем, я сообщаю вам. Вы отстранены от управления автомобилем своим «Форд». Отказались пройти медицинское освидетельство не проследовать больницу умов для прохождения медицинского освидетельства. Поняли, да? Станислав, слышите меня, нет? Понимаете, понимаете? Станислав, вы все же не даете ему на шоторе? Станислав, понимаете меня, нет? Станислав, что с вами? Скорая нужна, нет? Ну? Станислав, Скорая нужна? Станислав, вы слышите меня? Скорая нужна? Все? Нормально все? Мол поедете, освидетельствование проходить, нет? Станислав, мол поедете, освидетельствование проходить, нет? Медицинское свидетельство не МОНТ, а едите проходите? Медицинское свидетельство не проходите. Наслышим. МОНТ, МОНТ. Наслышим. МОНТ, боится. Услышите? Нет. А что с учами? Посмотрите, что там в окне ужалуются. Честно. Нормально разговариваю. Нормально разговариваю. Мужчина, вы меня слышите? Наслышим. А? Не слышите вообще? А? А? Мне сейчас вас опросить надо, что вы дурочку валяете. Вы передо мной не есть. Сейчас я вас опросу быстренько. Вы видите, что на этой видеозаписи права не разъясняются. С протоколами мы видим, что и по времени это именно вот эту процедуру они описывают. Потому что именно здесь в 12.54 идет отстранение права интерспортного средства. Вы видите, как оно происходило. Вы видите, что никакие протоколы не составлялись. Да они и не могли быть составлены в течение одной минуты. Хорошо. Да даже если они составили, но вы уже даже в сутку можете предоставить документы, которые надлежащим образом оформлены. Видеозаписи возвращаются в материалы дела из дела 25. Присаживайтесь, пожалуйста. После того, как посмотрели видеозапись, Владимир Владимирович, у вас имеются какие-то изменения еще, пожалуй. Единственное, хочу обратить внимание, что вот эта видеозапись, она небольшая. Видно, как пришли сотрудники скорой медицинской помощи. Мы видим, что там происходит, что они никакой осмотр не оказывали, никакую помощь не оказывали. Причем свидетель, вот эта вот фельдшер, молодая девушка, которая нас что-то передавала, она в суде даже не смогла вспомнить, на лице были какие-то повреждения или нет. Понимаете, как медики дают оценку состояния человека, если они даже раны, которые в лицо бросаются, не замечают. Ну и она дала показания, что они изначально туда ехали как пьяному человеку. То есть она даже не знала, что он пострадал от ДТП и тому подобное. То есть из-за разговора, вот, той более пожилого фельдшера слышно, как она говорит, что типа не такой уж ты и пьяный, ну, типа, ну, то есть видно изначальное отношение людей к человеку, который, ну, по их мнению является пьяным, и, соответственно, вот так вот они могут себя вести. То есть вызов, когда делали в скорую, уже изначально делали вызов из такого, не знаю, там, диспетчер это как-то говорил, или кто это говорил, почему он это говорил, умышленный, либо он сам был введен в заблуждение, потому что сотрудники полиции так преподнесли перед другими сотрудниками полиции, что якобы пьяницу привезли. Я уж не знаю, что и как. Но смысл в том, что на видео не зафиксирована вот эта процедура. Не отстранение от управления транспортным средством, не освидетельствование с помощью алкотестера, не освидетельствование, точнее, отказ освидетельствования на направление медицинское, ну, в больницу на проходение медицинского свидетельства. Мы видим, в каком состоянии находится человек, что его приводит в чувство, что вот он, ну, очень в таком состоянии находится непонимание происходящего вокруг, что в данном случае его нужно поместить в больницу, оказать ему медицинскую помощь, соответственно, взять все необходимые биологические жидкости, привести все необходимые анализы, как с точки зрения его лечения, приведения его в належащий вид, и с точки зрения установления, есть у него алкогольное опьянение или нет. Это все должны были делать миники. А для этого его просто не нужно было увозить из больницы. Я обращал внимание на то, что когда они туда ехали, что было уже конкретное указание, что провести на медицинское свидетельствование, они даже еще тогда признаки не вывели, потому что основанием для того, чтобы провести медицинское свидетельство, они пояснили, что это было просто по факту наличия ДТП с посрадавшими. То есть там о признаках опьянения не было речи. То есть у них было указание от руководства, тут он давал распоряжение, чтобы идти и сделать эту процедуру. А это они уже начали, так сказать, придумывать о том, что признаки какие-то есть. Ну, очевидно, признаки схожие есть. Именно то, что он неадекватно ведет себя там. Цвет лица не видно, потому что у него просто в грязи все это лицо. Ну, рано на лице видно. То, что он шатается, это видно, потому что он получил черепно-мозговую травму. У него там руки, ноги, все в синяках. Я в суде уже, когда дело рассматривалось, сфоткал это все. То есть я его прям попросил, раздеться, его осматривали, опрашивали при мне сотрудники скорой помощи, которые приехали. Там еще отдельная история, как себе сотрудники полиции, или, не полиция, а скорой помощи. Но это, пускай, на их не совести будет. Точно так же приехали в суд и ничего не оказали. Ну, максимум, сказать, обращайтесь в больницу там. Ни уколов, ничего не сделали, давление померили, и все. Хорошо. Владимир Владимирович, у Вас имеется ходатайство об исследовании материалов ДЕМО? У меня есть ходатайство об исследовании вот этих вот протоколов. Ну, как минимум, протоколы направления медицинского освидетельности, чтобы Вы своими глазами видели, что там нет отметок. Нету там отметок. Кроме протоколов, какие-то иные документы необходимо исследовать? Ну, исследовать сам протокол об административном правонарушении. К нему не прилагались те документы, которые есть в материалах дела. Именно определение об отказе и об отводе. Ну, то есть, это все говорит о том, что это все документы уже составлялись потом, в отсутствии моего подзащитного. Нету никаких подписей, понимаете? Нигде нету подписей. Потому что, как я объяснял, он физически не мог эти подписи ставить. Не мог. Это не значит, что он отказывался от подписи. Никто ему не вырчал. Вы понимаете, что человек, если не получает копию протокола по каким-либо причинам, то эта копия протокола в течение трех суток направляется ему по адресу. Понимаете? Ну, это процедура такая. Почему они не направили копию протокола? Это же не сложно по ему адресу. Хотя бы эффективно выполнили эту процедуру. А не придумывать сказки про то, что он съел эти протоколы. Либо они ему в карман положили. Зачем эти сказки придумывать? Я, если протокол не получаю, говорю, направляйте по почте. Все на это. Вы обязаны вручить. А уже это мое право. Отказываюсь от подписи. Не отказываюсь от подписи. Это право мое. Расписываться, не расписываться. Я сейчас просто отвлечен, говорю, о себе. Но это не освобождает их от обязанности вручить протокол. Подроспись, не подроспись, не важно. Но протокол вы обязаны вручить. Не берет, направить по почте. Хорошо. Спасибо, присаживайтесь. Переходим к исследованию. Материалов дела, в частности, тех, которые заявлены защитником. Лиз дело 3-4 рапорт, составленный Толмачевым, 17 апреля 2023 года. Это весь Тома 1. Лиз дело 5. Протокол об административном правонарушении, составленный 18 апреля 2023 года, в 13 часов 35 минут. Имеются отметки, в том числе, в графах о разъяснении права 25.1 КПРФ, статьи 51 Конституции Российской Федерации, отказ от подписи. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что имеются отметки, это не означает, что эти процедуры были выполнены надлежащим образом. Эти отметки сделаны в одностороннем порядке сотрудникам полиции. И от подписи, я повторюсь, никто не отказывался. И на видео мы видим, что никто не разъяснял. Есть большая разница зачитать права и разъяснить права. У человека всегда спрашивают, вы всегда спрашиваете, вам права понятны? И в ответ вы должны услышать, да, понятны. Вы нуждаетесь в защитнике? Нет, не нуждаюсь. Вы нуждаетесь в переводчике? Нет, не нуждаюсь. Либо, наоборот, я нуждаюсь в защитнике, в переводчике, в что-то непонятное и тому подобное. Реакция должна быть, понимаете? Нельзя к этому относиться формально. И любую свою фальсификацию в протоколе прятать. Отказался от подписи. На мой взгляд, упущение законодательства в том, что вот эти отказы от подписи фиксируются без понятых, либо без видеозаписи, потому что идет злоупотребление со стороны сотрудников полиции. Они в любом случае пишут, отказался от подписи, и ты потом ничего не можешь доказать. Потому что копию протокола не дали, никак не зафиксировали, понимаете? Обращаю внимание, что этот протокол, он изначально скальсифицирован, он был составлен без моего доверителя. Копию ему не вручались. От подписи он не отказывался. Нуждался в защитнике, о чем неоднократно заявлял. По крайней мере, когда мог это делать. Поэтому я прошу, я понимаю, что вы будете изучать эти материалы дела формально. Чтобы нет подписи, от подписи отказался, там, то-то, то-то. В совокупности посмотрите. Это счет моих должностей и тех обстоятельств, которые очевидны. Сделать 6. Протокол об отстранении от отправления транспортным средством 17 апреля 23-го, время составления 12.00. Лиз дела 7. Акты свидетельствования на состояние алкогольного опьянения 17 апреля 23-го года. В указанных протоколах стержится сведение о том, что велась видеозапись, дозор номер 5. Лиз дела 8. Также дозор номер 5. Протокол о направлении на медицинское свидетельствование на состояние опьянения. От 17 апреля 23-го года 12 часов 54 минуты составлено. Определение об отказе в удовлетворении устного заявления об отводе должностного лица ведущего составления административного материала по части 20 ст. 12.26 КАПР. Толмачев. Лиз дела 9. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что вот это вот заявление было сделано не в рамках составления протокола об административном правонарушении, на котором спицы на небо, а в рамках совершения вот этой якобы процедуры медицинского освидетельства. То есть вот я обращал внимание, что именно когда после вот этой, ну, в первой серии, уважаемый суд, я прошу, если вы считаете необходимым, на ваше усмотрение посмотреть предыдущую серию, которая, на мой взгляд, не имеет никакого отношения. Ну, там зафиксировано данное событие о том, что мой подзащитный заявил о необходимости адвоката, и про 51 статью он заявил, и как реагировал сотрудник полиции на это все. Ну, просто бездействием, то, что, в принципе, не допускается, согласно статье 1.6 КУАПР. То есть на ваше усмотрение, я считаю, что если вы считаете необходимым, это посмотреть. Но если мы будем исходить из того, что составление протокола о направлении медицинского освидетельства никак не зафиксировано, ни с помощью понятий, ни с помощью видеозаписи, то, на мой взгляд, можно остальные материалы не смотреть. Хорошо, вы заявляете ходатайство о просмотре видеозаписи первой части? Ну, давайте, давайте просмотрим. Что смотрим конкретно? Сейчас я тогда скажу, как этот файл называется. Пусть полежит, в грязи, раз не хочет подниматься. Спачкайтесь, поднимайтесь. Лучше ногами идти, грязно весь будете. Ну, будете вставать-то, нет? Вставайте. На ноги вставайте. Вставайте, вставайте, вставайте на ноги. Ну, вставать будете? Поднимайтесь на ноги. На ноги поднимайтесь. Сейчас я загляну туда, там на ноги есть, нет? Нету никого. Не падал человек, он не будет тут держаться. Давай, брат, там. Аккуратней. Слушай, лежи нормально, или сиди нормально, не знаю. Лежи спокойно. А, блядь, ты-то, блядь. Я уже не могу, а, блядь. Да, а что ты дергаешься тогда? Да не встать, блядь. Ну, ладно, ладно, блядь, блядь. Блядь, 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 блядь. Уже в пути скоро. А, блядь, 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 блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь. 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 ПОМОГИТЕ! Слушай! Слушай! Убиваю! Слушай! А-а-а! А-а-а! Убиваю! Убиваю! Лагами не дергай, лежи спокойно! Лагами не дергай! Лежи спокойно! А-а-а-а! Похожи! А-а-а! Позвоните! А-а-а! Не, не надо! Там есть люди! Ты ничего не будешь орать! Похожи! Какие концерты исполняешь? Лежал Ты что, он орёт на рту, как этот? Ты же его не закроешь Laавно verbally Ну давай его держим ещё Лу": Д 씁... Вот что ты сейчас делаешь? Держу вас, что ли? Что вы дёргатесь? А чего вы kommen? Противоправное деяние у вас усматривают Ваших действиях. Живете где вы? Живете где вы? Проживайте. Звоните адвокату. Телефон же у вас есть. Можете звонить. Вашей адвокат. Вставайте. Вставайте. Ваши будете расписываться? Не будет. Станислав Сергеевич, слышите? Станислав Сергеевич. Расписываться в акте будете, нет? Не будете? Не хулигайте, не надо. Станислав Сергеевич, с Вашей наручники сняли, чтобы по-человечески с Вами разговаривать. Ведите себя по-человечески. Расписываться в акте будете? Скажите только да или нет. Ну? Вы меня слышите? Станислав Сергеевич, расписываться в акте будете? Еще раз троните меня. Я отстраняю вас от управления, разъясняя при этом положение. В статье 51 Конституции. В статье 51 Конституции. Имеете право не свидетельствовать про себя родных и близких, круг которых очершен настоящим федеральным законом. В статье 25.1. Имеете право знакомиться с материалами, делая, заявлять, податайство отвода пользу услугами защитника. В статье 17.9. Предусматривающая административное ответственность за дальше ложных показаний. Понятно вам? Станислав Сергеевич, вы меня слышите? Я вас отстраняю от управления. Авторобили Форд Фокус АМР 431 Раган-Раган, 51 регион. Так как у вас имеются признаки откидения, вы не имеете право управления. Понятно вам? Вы меня слышите, нет? Нет. Станислав Сергеевич, вы слышите меня или нет? Расписываться будете в протоколе отстранения от управления? Станислав Сергеевич, расписываться будете в протоколе отстранения или нет? Нет. Станислав Сергеевич, слышите меня, нет? Давайте помогу сесть. Протоколе отстранения расписываться будете? Отвор, поебайте. Отказ от подписи. Фиксируй. Фиксируй. Мой доказательный докажет. Хорошо. Проходите освидетельствами будете при помощи прибора алкотектор просто Хонди. На месте здесь. Будете проходить? Станислав Сергеевич, будете проходить? Принеси прибор. Подопринеси. Денься. Почему вы себя так ведете-то? Вот прибор алкотектор просто Хонди. Нет. Мой доказательный доказательный отступен. 6-3-2. Не 804, да? 6-3-2-804. Померкان у него. Посмотрите. Будете смотреть, нет? Станислав Сергеевич, будете с нами общаться, нет? Ломба, посмотрите сюда, пожалуйста. Станислав Сергеевич. Посмотрите сначала, потом будете лежать. Вот, ломба поверхность. Померка действительно до 14-12-2023 года. Будете проходить освидетельствование при помощи прибора или нет? Станислав Сергеевич, вы слышите меня, нет? Станислав Сергеевич. Открывайте глаза, только что открывали глаза. Слышите меня? Спокойно себя будете вести наручники с ним? Слышите, нет? Станислав Сергеевич, вы слышите меня, нет? Как хотите, смотрите сами. Будете освидетельствовать проходить или нет? Станислав Сергеевич, вы слышите меня? Свидетельствование будете проходить на состоянии опьянения или нет? Так как у вас признаки усматриваются. Будете? Будете с нашим выйдем. Больницы, на, поедете? Ну, вы хотите, значит, хотите. Пойдем. Я хочу обратить внимание на лист дела 7, акт свидетельствования о алкогольном опьянении. Я об этом как бы ссылался и в предыдущем, и в предыдущем рассмотрении дела, когда судья рассматривала Мороз. И сейчас ссылаюсь о том, что в соответствии с законодательством, если человек отказывается от прохождения освидетельствования с помощью алкогольного опьянения, то акт освидетельствования о алкогольном опьянении не составляется. Но в данном случае он был в составе. И в нем зафиксировано, что не проводилось. То есть, как такового отказа не было. Потому что вот эта совокупность говорит о том, что не было отказа. Что нужно было взять биологические жидкости и соответствующим образом это отразить потом в этом акте. Хорошо. Ну, то есть, я обращаю внимание, что законодательство четко прописывает процедуру, каким образом составляется и когда составляется этот акт. В данном случае, если они говорят о том, что он отказался от алкотестера, они не должны были составлять этот акт, а непосредственно перейти к составлению протокола о направлении на медицинское свидетельство. А раз они его составили, это подразумевается, что он должен быть оформлен до конца. То есть, здесь не должно быть записи, не проводилось. А если не проводилось, должна быть указана причина. Беспомощное состояние, ну, что-то должно быть указано. Ну, штуки и закончились. Прибор неисправен. Ну, все, что угодно, понимаете? Самого нету факта даже отказа от алкотестера. По крайней мере, документально это не зафиксировано. А как я вас обращал внимание, что доказательства должны получены быть соблюдением закона, то есть соблюдением КОАП, процедуры. И здесь не может быть важное, неважное нарушение, как Мороз в своем постановлении указал. Но это несущественное. Существенное. Так, хорошо. Писажите, дальше следует. Весь дело 10. Объяснение медработника коронаук Жанны Ивановны. Весь дело 11. Объяснение медработника Табаева Дарья Александровна. Весь дело 12. Объяснение. Пиццына Станислава Сергеевича отказался от дачи объяснений. И подписи статья 51 Конституции РФ зафиксирована на дозор номер 5. Жанна, хочу обратить внимание. Мы сейчас наблюдали, каким образом якобы он отказался. Ему перед тем, как брать объяснение, права не разъяснялись, ничего не было сделано. Он просто вы будете давать объяснение по такому-то и такому-то событию. Он даже не понимает, что за событие было. Он, понимаешь, грузовик. Какие там пострадавшие, что там было. Ну, человек контужен, он на тот момент, видимо, еще фрагментарно помнил события. Какой-то там фрагмент, видать, был. Может быть, там в глазах у него этот грузовик мелькал. Но потом он на длительное время просто потерял память. Это сейчас ему там частично пришла память этих событий. А на тот момент, когда он в суд пришел, он говорит, я вообще ничего не помню. Что было, как было. Хорошо, спасибо. Сделал 13 протоколов задержания транспортного средства. Сделал 15 копий объяснений Битко Михаила Ивановича. Копий объяснений САСов Василия Анатольевича. Сделал 16 копия схемы ДТП. Приложение к такому административному правонарушению. Сделал 18.19. Сделал 20 сведений о том, что 27 июня 2018 года спицын был осужден. В первомайском районе судов города Мурманска по статье 264, часть 1 УКОЛЕР. С решением права управления транспортными средствами на 2 года. Сделал 21.22 года приговора мирового суде судебного участка номер 2 Первомайского судебного района города Мурманска о 27 июня 2018 года в отношении спицын в части ст. 264.1 УКОЛЕРФ. В том числе, с решением права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Можно обратить внимание на доказательства, которые мы уже просмотрели? ЛИС ДИЛА-6, а это протокол об отстранении управления транспортными средствами. Хочу обратить внимание, что начат составление в 12.00, вот как вы обратили внимание. Но отстранен в 12.54. Это мы на последнем файле смотрели, я описываю эту ситуацию. То есть, и дальше, типа фиксация с помощью дозора. Но мы видим, что нет непрерывной записи. Нет самой процедуры, как происходило отстранение. Что разъяснялись права, там то-то, то-то. Составлялся протокол. То есть, какие-то там устные слова, конечно, звучали, там в других фрагментах. Но самой процедуры составления протокола вообще я нигде не наблюдаю. То есть, вопроса 54 минуты должна быть непрерывная видеозапись. Ну, раз тут так написано. Потому что нельзя переходить к составлению другого протокола, пока не будет закончена вот эта процедура. Первая процедура, это идет отстранение от управления транспортным средством. А потом уже составляется протокол о свидетельстве на состоянии алкогольного опьянения. Это лист дела 7. Но мы понимаем, что они, получается, одновременно все эти акты, что ли, составляли? Или как это все происходило? Уважаемый суд, я считаю, что это должно быть, что составляем один документ, процедуру провели, отстранили, переходим к следующей процедуре. Провели, это зафиксировали, к следующей процедуре, потом к следующей процедуре. Должна быть определенная последовательность. А не так, что одна процедура в другой процедуре, так, так, так. Причем по каждой процедуре заново должны разъясняться права, значит, ну все вот эти процедуры происходили. Но этого ничего нет. И это очевидно, видно из видео, из самих документов. Спасибо. Лист делал 24, сведения о привлечении в спицных административной ответственности ранее. Лист делал 25, диск с видеозаписью, просмотренном в настоящем судебном заседании. Лист делал 49, протокол судебного заседания 22 апреля 2023 года. Лист делал 87, 98, протокол судебного заседания 6 июня 2023 года. Сведения с больницей. Баяндино, отсмотренный иерохирурга. Лист делал 51, оглашался данный документ в ходе судебного заседания о том, что спецназ отказался от медицинской помощи, отсмотра врача, нейрохирурга, МСКТ и следователя. Уважаемый суд, по поводу этого документа я заявляю о фальсификации данного документа. Он не соответствует действительности. О чем я делал ходатайство в данном судебном заседании, чтобы пригласить все-таки данных врачей, которые якобы там в каком-то консилиуме зафиксировали его отказ от медицинской помощи. Как это было зафиксировано и тому подобное. Это просто идет какая-то рама. Я не могу сказать, что это подмена. Это, на мой взгляд, прямая фальсификация доказательств, потому что сведения, которые они предоставляют, они заведомо недостоверны. Поэтому я прошу исключить из числа доказываний, вообще не брать во внимание данный документ, потому что первый источник в суде не допрашивался, а эта справка по содержанию не соответствует действительности, о чем я сделал заявление. Я сделал 153 и 156 карты вызова скорой медицинской помощи. Я сделал 164, сведения ГАБУСа имени Баяндина. Сообщает, что спицын был доставлен в приемное отделение учреждения бригады скорой медицинской помощи по факту ДТП 17 апреля 2023 года. Медицинский осмотр и рентгенологические исследования спицыну проведены не были ввиду отказа пациента от медицинской помощи. Бубликат медицинского осмотра врача нейрохирурга прилагации ответа нейрохирурга. 165, одентичен, тоже сделал 151, где копия имеется, а 165 с полиной печатью. Да, уважаемый суд, опять же, обращаю внимание, что в данном случае данное медицинское учреждение, руководство, сотрудники пытаются себя вызровать, потому что они понимают, что неоказание медицинской помощи, когда он нуждался в медицинской помощи, является, на мой взгляд, преступлением. Возможно, нет такой уголовной статьи, неоказание медицинской помощи. Слава Богу, мой доверитель выжил, как говорится. Доказать там какую-то причинную следственную связь в связи с бездействием данного учреждения невозможно на данный момент. Поэтому они заинтересованы давать ту информацию, которую они предоставляют. Но еще раз повторяю, эти сведения сфальсифицированы. Наличие там настоящей печати не означает, что это событие было. Потому что свидетели, непосредственно, которые якобы фиксировали отказ, не были допрошены. Кто эти свидетели? Даже личность их не установлена. Сколько человек? Какой акт? По крайней мере, я не видел такие документы. А даже если они есть, я заявляю о их подложенности. И поэтому прошу отнестись к этому критически, в связи с учетом того, что вы отказали в допросе этих свидетелей, которые якобы фиксировали отказ путем составления коллегиального этого акта. Хорошо, спасибо. Лиз дело 195, 190. Лиз дело 190, 194. Протокол судебного заседания, что 8 сентября 2023 года. Протокол судебного заседания от 18 сентября 2023 года. И том 2. Жалоба на постановление. Лиз дело 36. Ответ. ПКУГБМС по Мурманской области. Лиз дело 26. На запрос суда. Сведения в отношении гражданина Спицына Станислава Сергеевича об информационных базах данных. ПКУГБМС по Мурманской области. Минтруда России нет. Суд делал запрос о наличии у Спицына инвалидности, установленной МСЭЛ. Ответ изолятора ОП-1, номер 1 ОМВД России по городу Мурманску о том, чтобы изолятор временного содержания ОП-1 Спицын не доставлялся. Лиз дело 28. Было озвучено. Большим судом данный ответ. Лиз дело 30. А также ответ оглашенный судом отдел полиции номер 2 ОМВД России по городу Мурманску. В какое время Спицына вызывалась бригада скорой медицинской помощи? Лиз дело 30. И ответ бюро номер 6 филиал ГАБУ МСЭЛ по Мурманской области. Минтруда и социальной защиты Российской Федерации. Это филиал в городе Манчегорске также сообщает о том, что спецнему Станиславу Сергеевичу освидетельствование бюро номер 6 филиала не проводилось. То есть инвалидности у Спицына не имеется. Следование материала. Дело окончено. Владимир Владимирович, после исследования материалов, делов, какие-то ходатайства, дополнения, пояснения у Вас имеются? Только если подытожить все, так дополнительно не будет. Пожалуйста, только тезис. Да, тезис. Значит, уважаемый суд, хочу обратить внимание на фурсуальное оформление материалов. Они не соответствуют КОАПу. Соответственно, доказательства, полученные с нарушением КОАП, то есть с нарушением закона, являются недопустимыми. И на основании их встроить обвинение невозможно, потому что это прямо запрещено законодательством. Мы прекрасно видим, что у нас имеется протокол о направлении на медицинское свидетельство на состояние опьянения, или из дела 7, в котором вообще не зафиксировано само событие. А событие, оно фиксируется теми фразами, которые там выделены, а именно согласен, не согласен. На это обратил Верховный суд, что, как говорится, протокол, на то и протокол, что он составляется именно для фиксации каких-то событий, каких-то фактов. Если это событие факт не зафиксирован, то говорить о том, что это событие было по истечении какого-то времени, истолковывать это как-то, что вот пассивный отказ, там еще какой-то отказ, там или еще что-то как-то, ну просто недопустимо. Закон запрещает это делать, потому что это не установлен в законном порядке, все добытое, скажем так. Также хочу обратить внимание, что и самого отказа на освидетельность во войне с помощью алкотестера также документально не зафиксировано, потому что я, опять же, обращаю внимание, существует определенная процедура, прописанная по АПО. И законодательством сказано, что протокол, точнее не протокол, а акт, освидетельствование состояния алкогольного опьянения не составляется при отказе пройти это освидетельность с помощью прибора, алкотест, но не составляется. В данном случае наличие этого акта свидетельствует о том, что отказа как такового не последовало, ему не было, что зафиксировано, что так и зафиксировано напрямую, там не зафиксировано, отказ. Зафиксировано не проводилось. Это по аналогии то, что дал разъяснение Верховный суд, что как бы задавайте читать буквально и фразы понимать, мы все знаем русский язык, мы все прекрасно понимаем. Не проводилось, это значит не проводилось по какой-то причине, к сожалению, причина не указана. А отказ от прохождения, это отказ от прохождения, но как я обратил внимание, отказ, он в принципе не оформляется актом, что говорит о том, что в принципе отказа не было, потому что направлять на медицинское свидетельствование можно только после того, как будет предложено пройти освидетельствование на месте. И здесь уже не имеет значения, есть прибор, нету прибора, исправен прибор, неисправен, есть вот эти вот штуки, нету ни штуки и тому подобное. Это водителя никак не должно затрагивать. Есть определенная процедура, если она не соблюдена, просто так направлять на медицинское свидетельство, со ссылкой, допустим, на то, что у нас с собой нету прибора, так нельзя, закон не допускает этого. Поэтому я обращаю на это внимание. Также я обращаю внимание на то, каким образом составлялись эти протоколы. В частности, первым протоколом составляется это акт об отстранении от управления транспортным средством. Протокол направления медицинского свидетельства, на состояние опьянения, составлен в 12.54. А протокол об отстранении управления транспортным средством, закончен, отстранен в 12.54, в одно и то же время. А в 12.55 в протоколе по направлению медицинского свидетельствования зафиксирован якобы отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Но мы прекрасно видим, во-первых, отказы не зафиксированы на бумаге, и на видео не зафиксировано. Тот файл, тот видеофрагмент, который мы смотрим, который нас интересует, самый последний, который самый ближайший по времени к времени этого составления протокола, мы видим, там нету этого вообще ничего, там даже не предлагалось, там даже не разъяснялись права, нету ничего этого. То есть здесь нарушение и по процедуре составления протокола, потому что не было ни понятых, не велась видеозапись самого события, потому что вот этот протокол и видеозапись, они не совпадают, это разные события. На это обращаю внимание. Обращаю внимание на то, каким образом был составлен протокол об административном правонарушении. Мы прекрасно понимаем, что он должен составляться с участием лица, в отношении которого он составляется. Срочности составления этого протокола нету. Ну потому что закон такой, он говорит о том, что можно отложить обстоятельства разных бывают. Я вам просто открою секрет, что защитника из-под земли просто так не достанешь. Иногда приходится потратить сколько-то времени, даже не один день, чтобы найти нужного защитника, заключить договор, заплатить деньги и привлечь все, понимаете? Есть разъяснение Конституционного суда, говорящее о том, что если человек заявил ходатайство об отложении составления протокола об административном правонарушении для поиска защитника, то лицо, составляющее этот протокол, обязано его удовлетворить. А если не удовлетворить, таким образом нарушается право на защиту. Оно как бы право есть, но воспользоваться не дают возможности. Поэтому оснований составлять протокол об административном правонарушении вот тогда просто не имелось как такового. Более того, он был составлен в отсутствии моего подзащитного. И это очевидно. Опять же, там нет ни подписей, ни указаны в перечне все документы, а в частности, якобы, определение об отказе в удовлетворении ходатайства, об отводе. Ну, то, что мы на видео зафиксировали, когда мой подзащитный говорит о том, или мы этот момент не смотрели. Ну, неважно, то есть было вот это событие, в материалах дела есть это определение, но в протоколе он не поименован. То есть это все говорит о том, что происходила фальсификация вот этих документов, они составлялись уже позже, по времени не бьется. Все это очевидно, понимаете? Это очевидно, мне кажется, для любого человека. Показания свидетелей. Один говорит о том, что мы вручили, в карман там засунули. Ну, в карманах ничего нет, другой начинает придумывать о том, что, кажется, он съел протокол, там, в камере испорожнялся, там, и тому подобное. Ну, то есть вот это все говорит о том, как себя недостоинно вели сотрудники полиции. И на фрагменте видео мы видели, как они провоцировали моего подзащитного, и путем причинения боли, и путем причинения, чтобы он в ответ выражался, там, как-то нецензурные брали, там, еще что-то. Я вам не открою, наверное, секрет. Это у них такая методика, когда человека задержан, и когда они понимают, что оснований законных нету для задержания, а они уже это сделали, они начинают провоцировать человека на 19.3, на оскорбление, и тому подобное, там, на хулиганство 20.1, только для того, чтобы как-то оправдать вот эти действия, почему они его доставили в отдел полиции, там задерживали. Далеко не очень многие сотрудники полиции готовы признать, что они были неправы. Вот буквально 6-го числа я в отдел полиции ходил, вытаскивал одного своего подзащитного. Там сотрудник полиции оказался адекватным. Он понял, что состава, что нет у него на руках материала, по которому он вообще может предъявлять какие-то обвинения. В целом говоря, извинился, и мы ушли, просто развернулись и ушли. Мы не стали писать на него заявление о том, что он превысил свои полномочия. Ну, там связано по 20.1. Якобы там человек нецензурной франью где-то выражался. То есть, вы понимаете, что человек должен порядочно себя вести, в том числе сотрудники полиции, не нужно провоцировать людей на какую-то ответную реакцию. Я уверен на 200, на 300, на 1000 процентов, что сотрудники полиции специально провоцировали моего подзащитного на оскорбление в свой адрес, на неадекватное поведение и тому подобное. Потому что иначе я это объяснить не могу. Я не могу объяснить наручники в камере. То снять, то одеть. Типа, мы с тобой по-человечьей. Даже не по-человечески, а по-человечьей. Понимаете? Вот даже потому, как он выражается, все понятно, как он относится к людям. То есть, снять наручники, это по его мнению, по-человечьей он относится. А то, что он лицо от человека трогает, то, что он боль причиняет, это как у него? Не по-человечье? Уважаемый суд, обратите на эти, ну с какой-то степенью, может быть, мелочи, но это характеризует наших сотрудников полиции. Это характеризует то, как они делают свою работу. Они не служат, они зарабатывают бабло. Причем иногда путем вымогания денег. Я вам прямым текстом это говорю. И не надо видеть в сотрудниках полиции, в сотрудниках ЕГДД, святых, они далеко не святые. Они знают, как брать взятки и тому подобное. Давайте по жалобе, то есть с вами договаривались. Вот, уважаемый суд, я просто пытаюсь объяснить, когда судья пишет, что оснований не доверяют сотруднику полиции, не имеется. Но нельзя так писать, вы поймите, что. Только вот как раз есть основания каждому не доверять. Есть основания каждого не уважать. Я прямым текстом всем говорю, я не уважаю ни одного сотрудника полиции. Не уважать, это мое право. А не уважаю, почему? Потому что я с ними сталкивался, неоднократно. Я просто вижу, там нету порядочных людей. Просто нету. Раньше они, возможно, были, но их просто сейчас нету. Это моя точка зрения. Владимир Владимирович, давайте ближе к жалобе. Уважаемый суд, ну а ближе к жалобе я, в принципе, все сказал. Процедура была нарушена. Доказательств, полученных в установленном законном порядке, нет. Все эти попытки выиграть сотрудников полиции, я считаю, неправильные, незаконные, необоснованные. И, на мой взгляд, решение суда должно быть и законным, и справедливым. В данном случае решение должно быть только одно. Дело должно быть прекращено. А сотрудники полиции должны взять букварей под названием КОАП и начинать его изучать. Изучать процедуру, как составляют. Изучать нормы морали, этики и тому подобное. Как общаться с теми людьми, кого они задерживают, доставляют. Не вестись на провокацию, предположим, которую я могу произвести в отношении них. Я, если это и делаю, это делаю с определенной целью. Они должны быть стрессоустойчивыми. Но никак не наоборот. Они не должны провоцировать человека на совершение какого-то правонарушения. Они именно этим занимаются. К сожалению. Уважаемый суд, прошу оправдать моего подзащитного и производство по делу прекратить. Спасибо. Судья удаляется для вынесения решения. Оглашение решения состоится сегодня. 17 часов 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok